доброе утро друзья показываю вам мамочку рыжулю а вот там в кустах сидит ее сыночек вот тот рыженький котенок вот она пришла показать что здесь кормят и привела своего малыша сыночка покушать но он пока не подходит я там свеклу копаю выдергиваю ботву с помидор вот смотрю они пришли ну я пошла скорее за камерой чтобы показать вам вот рыжуля кушает где девочка ее не знаю я на днях носила суп там оставался у меня прям туда под ворота где они у миши обосновались у соседа вот ну сейчас вот не знаю удастся мне этого малыша показатель за такой подроще но это им уже наверное месяцев 5-6 иди к мамке кушать иди вот там стоял куда-то куда-то убежал но они дикие рыжуля уже как скажем полу дикая а дети конечно дикие ну где-то где-то вот там боится не пошел за мамкой где-то там сидит где то есть вот там где-то в кустах сидит рыжик рыжик но я здесь вот накопала свеклу что-то прям очень крупная свекла средних мало в основном крупная ну какая уродила такую будем кушать и здесь уже вы выдираю вот эти вот там есть конечно помидорчики но большинство все вон больные черные конечно я их брать не буду а такие вот хорошенькие вот больной весь вот это я отбрасываю сразу а ведерко откладываю зеленая ну и те которые можно будет или сделать из них что-то или скушать вот начала здесь вырывать третью часть вырвала завтра скорее всего схожу в магазин куплю лимончик и поспел вот такой замечательный послён сварю варенье еще в этом году в прошлом год не осталось но и много съели очень вкусное варенье из послёна и очень полезное для зрения ну вообще вся темная ягода голубика черника все что темная фиолетовая это ягоды для зрения вот по вырываю здесь он травы куча на виду порядочек и останется покопать морковку и собрать тыкву не всем урожай в этом году будет собран хороший урожай жаловаться не стоит вот такой один арбузик у меня здесь уродил один единственный больше я арбузы и дыни сажать не буду только занимают место не получается или я какие-то сорта неправильные выбираю или у меня не получается или земля или климат в общем не буду больше сажать собрали кукурузку мы один раз варили наелись от пузо что называется здесь вот остались такие плохенькие качанчики не знаю вырастут они или нет вот лучше бы я вместо арбузов и дынь посадила больше кукурузки вот что еще собрала вчера практически весь перец уже можно его выдирать а нет вам пропустила еще одна перчинка но это такое вот эту всю мелочь потом соберу порежу и заморожен вчера у меня было еще одно приобретение я купила холодильник потом зайдем вам его покажу очень довольна покупкой все расскажу покажу здесь как вы видите уже вот этот большая площадь большой квадрат я не знаю сколько тут квадрата на 6 на 5 квадрата квадратов 30 30 квадратных метров если по плиткам посчитать то в одну сторону 18 плиток в другой 16 вот так вот можно 18 может на 16 и получить сколько плиточек я здесь выложила работа здесь приостановилась не могу друзья купить песок вчера звонила на базу нашу тут на ангельс и чеплыгинскую где я покупала щебень и песок в последний раз песка нет в наличии я думаю что этот песок забрал весь песок город потому что у нас там идет в центре города но не в центре ну я вам показывал вот в районе почты идет строительство там меняют тротуарную плитку облагораживают короче и там горы песка я думаю что весь песок там позвонила я липецким ребятам тоже у них покупала первый раз не знала что здесь есть база у нас чеплыгиней покупала у них щебень и песок да они могут привести но мне не нужен камаз песка мне тонны 34 это вообще за глаза 4 тонны им вести вообще не выгодно поэтому вот работа по плитке приостановилась потому что вот там сейчас я пройду не хочу топтаться сейчас обойду грязными ногами мы плиточку промыли все с дочерью уже засыпали все швы и здесь будем босиком вот здесь придется пройти мне вот здесь остался вот такой вот неровный фундамент здесь потом лёша приедет вырежет плитку и здесь мы сделаем тоже в последний момент здесь все вот этот некрасивый клин заделаем очень удачно получилось у меня с уклоном у нас уклон в две стороны один уклон вот туда его даже видно вот невооруженным глазом чтобы вот эта часть плитки выполняла роль отмостки от дома отводила от перед стройки воду и потом дом вот отклон вот отсюда туда потому что здесь борт и здесь не надо чтобы застаивалась вода в общем плитка получается в два уклона вот сюда направление и туда там мы сделаем дренаж сарае этого маленького не будет там вот беседки там мы сделаем дренаж купим специальную такую решетку куда будет уходить вода ей будет уходить в огород вот так сейчас смотрится наша зона отдыха у нас второй день пасмурно так кто мне там рвет кто мне там сетку рвет а я расскажу историю с котами монка убери короче приходил к нам кузян он часто к нам приходит и мы сидели здесь с лёшиком отдыхали под бутылочку венца и он пришел кузян запрыгнул ко мне на руки стал гладиться в общем мурчать сопли пускать слюни я имею ввиду в общем прям я была удивлена мы его угостили домашним перчиком с мясом я где фаршировала перец и эту всю картину наблюдал монка вот здесь в окно и я видела его выражение глаз и я поняла что будет какая-то skoda да было skoda моня нагадил извините за выражение в непристойном месте вот так что будьте внимательны с вашими питомцами если они у вас есть не нервируйте их не создавайте вот такие сцены ревности вот у нас случилось вот такая история так ну ладно вот плавно подошли мы сюда и вот я вам показываю здесь очень большой слой видите нужно подсыпать песок большой слой сыпучей смеси это в общем мешок 25 килограмм сыпучей смеси идет буквально на две плитки это очень большой расход очень если мешок стоит 170 рублей посчитайте сколько мне нужно таких мешков поэтому я дождусь когда появится песок на базе и куплю там три четыре тонны чтобы вот здесь сделать еще слой песка чтобы не так много уходила вот этой вот сыпучей смеси смотрите как хорошо лежит плиточка там тряпка лежит это мы мыли плитку не убрала я но ничего я думаю страшного вот так все ровненько все хорошо конечно это не профессиональная кладка так скажем но посмотрев как плитку ложат профессионалы в кавычках я поняла что я профессионал высшего уровня забудем про скромность но друзья это на самом деле так я была очень удивлена это это просто ужасно мне кажется что соседки вообще нужно было приплатить не мастерам заплатить за работу а соседки приплатить за испорченный материал вот я в шоке просто было когда увидела вот вчера был небольшой дождик и вся вода уходит куда надо в общем красота теперь у нас дом сухой дом теплый утеплен соколь даже утеплена отмостка пеноплекса в общем зиме мы готовы а успею положить я плитку успею не успею ничего страшного все подготовлено на следующий год положу доложу так скажем но я все таки надеюсь что сентябрь еще будет теплый может быть часть октября какая-то здесь уже остались небольшие полоски так скажем не длинные здесь будет 7 плиток в ширину это не 18 плиток поэтому я думаю что работа пойдет быстрее и вот дождаться песка и может быть продолжим ходила я к соседям там у нас москвичи живут по нашей улице у них остался песок небольшая кучка они клали тоже выкладывали плитку в том году смотрю плитка осталось и песок но я не достучалась к ним хотела спросить может быть им этот песок не нужен я бы у них его купила на тачечке мы бы перевезли с дочерью и вот тут немножко нам осталось вот но может быть тона песка там как раз такая кучка и лежит но не достучалась звонка у них нет видимо их может быть и и здесь тоже нет а вот здесь лежит цепучая смесь осталось там буквально пять мешков так вот закрыли от дождя конечно нужно будет покупать вот на эту площадь всю и вот с учетом вот этих пяти мешков мы купили уже цепучей смеси 60 мешков вот такой расход но еще наверное мешков да может выйти все 60 еще нужно купить вот умножайте на 165 лёшику сделали скидку потому что большой заказ но и мы много покупали и отливы покупали не отлива водосточная вот эту систему от фирмы alt профиль вот ему там небольшую скидочку сделали по 165 рублей продали на сыпучую смесь вот так что еще наверное мешков 60 наверно точно еще покупать не знаю рыжуля ушла кушал этот малыш не кушал ну вот она уже пытается его сюда подвести показать давайте сразу пока мы на улице пройдем покажу что мы сделали на улице и потом уже пойдем в дом покажу вам холодильник кстати смотрите как по второму кругу самосевом пошла расти фацелия видите вот это вот самосев то есть первую я села потом она высохла семена насыпались и вот она посмотрите какая какое красивое поле все заросло фацелии и пошла расти тоже горчица с овсом здесь вот вот это сухая это я горчица вот даже видно вот семена горчицы и вот она там даже по всходила хоть я и по накрывала ей уже сухое этой травой она тоже взошла видите взошла вот земля здесь очень очень мягкая после сидиратов вот сюда уходит вода вот мокрое пятно вчера такой небольшой моросящий дождик был но вот все равно течет и вот здесь я сделала прокопала канавку там проложила трубу пластмассовую которую мы резали думали из трубы делать вода отливы потом решили все-таки сделать цивильнее вот и вода оттуда там вот тоже слив вся идет вот по этой канавке выходит тоже сюда так что дом защищен от влаги ну и надеюсь от холода потом вам расскажу как ну вообще дала это утепленная отмазка с пеноплексом и утепленный цоколь в какой-то дополнительный градус или нет все вам расскажу вот эти продыхе сосед сказал что нужно на зиму закрыть тогда будет еще теплее в доме вот здесь вот легко подлезть закрыть ну а там как-нибудь тоже подлезу подошел под обшивку и закрою тоже их вот посмотрим но я думаю что толк конечно будет еще если вы помните я в этом году снимала вот эту облицовку водоотливы и замазывала там вот эту пену на которой держались окна которая вся превратилась в труху то есть окна тоже утеплила я в этом году дом еще должен стать теплее теплее суши хотя он у нас и так теплый бревенчатый но как всегда хочется еще лучше в общем конечно же потом вам расскажу ну что на улицу не знаю выходить не выходить может быть я вам покажу да не наверное выйду как нагляднее будет что мы сделали на улице вот видите песок вот прям а с усеком помела по коробу поскребла что называется вот те остатки песка все пошли и не хватило сейчас покажу вам что мы сделали на улице поработали культиватором и прокультивировали вот здесь всю вот эту землю еще собрали кучу камней по вывозили а вот здесь у нас культур мультур теперь такая площадка прямо очень хорошая появилась и я покупала семена газонной травы и посеяла первую газонную траву мы купили здесь чеплыги не 500 рублей килограмм мне показалось это дорого вторую газонную траву как-то здоровье создали по моему так называется там смесь трав которая заглушает сорняки а я купила на валберисе за 300 рублей чуть ли не в половину дешевле вот даже видно тут некоторые семена вот они притоптала грабельками все это дело сделала нужно было полить но я не стала тащить шланг думаю польет дождик со временем зайдет мне не к спеху вот она эта американка и здесь она вот вот моя задача избавиться от сорняков надеюсь у меня получится потом покажу вам газон который взойдет расскажу как раз о посевочном материале хорошо взойдет плохо ли ну во всяком случае думаю что будет лучше не получится опять прокультивируем и опять засею какие-нибудь другие семена но вообще читала отзывы что вот это суздальская трава хороша так что вот здесь у нас тоже такой относительный порядок как будто и не было этих куч щебня и песка все лето они пролежали три раза я ходила в администрацию продлевала разрешение на хранение стройматериалов на улице ну в общем все здесь порядок а тот песок который я надеюсь привезут вот здесь высыпем его и с дочерью потом тачкой туда перевезем это прилипла вчера холодильник получала покупала я этот холодильник у нас в этом в магазине бриз в бризе да бесплатная доставка правда занос в дом там как договоритесь с грузчиками ну мне привезли вот здесь его поставили мы с дочерью потом его сами занесли сэкономили немножко вот и радует бесплатная доставка и порадовала цена холодильника холодильник бирюса 6 стоил 19 100 но у меня там была скидка поскольку я уже в бризе покупала морозильный ларь тоже бирюса кстати я ему очень довольна он проработал уже больше года ни разу я его еще не размораживала вот и за счет этой покупки мне дали там карту постоянного клиента по которой вот три процента сделали скидку на холодильник получилось а 18 тысяч пятьсот двадцать семь рублей ну а сейчас давайте зайдем в дом вот здесь вот стоит холодильник знаете как будто он там стоял согласитесь вот этот бак с водой он здесь и будет стоять единственное что вот этот стол я не смогла открутить вот эти кронштейны держащие этот стол но это так стол полка лёша приедет открутит перенесет стол вот сюда он будет повыше немножко чтобы было удобно брать воду из бака когда нет воды ну в общем проведет аккуратно проводку видите тут у меня проводка это я тащила лэп чтобы включить холодильник удлинитель так скажем позаимствовала культиватора и вот сюда его кое-как открутила полку еле-еле лёша как закрутит потом фиг открутишь он любит чтобы все было крепко тут две дрели у меня стоит вон она откручены как этот кронштейн и и пассатижами я откручивала в общем вчера целая труба была пока я подготовилась чтобы установить холодильник вот сюда вот мою лечу стоит вчерашняя закрытая очень вкусный рецепт с луком и чесноком я обожаю вообще всю консервацию с луком и помидоры пальчики оближешь тоже с луком вот здесь я думаю перезимуем вот кстати помидоры с пальчики оближешь еще закрываю огурцы буду закрывать там запасы масла у меня стоят томатный сок ну в общем вот эта вся полка я не стала спускать в погреб здесь хорошо хранится консервация вот итак холодильник бирюса 6 это не реклама это наше приобретение очень большая холодильная камера что мне надо поскольку мне морозилка вообще не нужно у нас есть мало морозильный есть маленький холодильник под столешницей который стоит в этом на кухне вот такая морозильная камера ну так скажем не достаточно не маленькая все чуть по лбу не дала вот это вот надо убрать это я каркушу когда занималась не возила надо ее вымыть и занести вот здесь вот есть клапан который можно вот так приоткрыть и будет холоднее в холодильнике тогда если нужен дополнительный так закрыли и все для яиц несколько здесь раз два три вот этих дверных полок и 4 полки в холодильнике это вчера мы с дочкой жарили кабачки там есть смазанные майонез чеснок чеснок а эти вот буду смазывать когда буду кушать в общем очень я довольна холодильником большие ящики овощей есть возможность перевесить дверь скорее всего мы перевесим ее в другую сторону а вот в общем красота теперь очень хорошо все хранить потому что в тот маленький там банку молока поставишь уже кастрюлю надо думать какую чтобы она туда влезла ну и вот этот стол когда здесь наведется порядок тоже можно использовать во время зимнее время как холодильник конечно я этот холодильник буду отключать на зиму потому что здесь терраска будет у нас использовать роль холодильника будет просто использоваться как шкаф хотя вы знаете в этой терраске у нас достаточно тепло ну если только там в 30 градусные морозы такие тоже иногда бывают но 20 точно есть 30 это я наверно загнула вот я буду холодильник отключать а так в принципе вот весь ноябрь он может работать здесь когда еще не совсем холодно да мне кажется и в декабре повторюсь терраска у нас теплая особенно после того как я ее оштукатурила снаружи вообще стало еще теплее так что вот такое наше приобретение вчера вот купили этот холодильник до что мне понравилось что этот холодильник производят красноярский завод бирюса бирюса стянул я просто забила в интернете посмотрела какие холодильники вот он выключился это он работал представляете как не шумно работает вообще еле слышно я посмотрела какие холодильники производится именно в россии они в китае значит бирюса стянул позик или позис как-то так саратов вот это те фирмы которые производятся у нас в россии и вообще их хвалят ну и атлант который вообще не убиваемый холодильник производится в беларуси вот он стоит этот холодильник который которому уже 21 год он стоит до сих пор у анечки это я покупала еще в москве 21 год назад это я про атлант вот другое все производится в китае ну и то что производится в европе очень очень дорого да и в связи с санкциями я честно говоря хочется поддержать нашего российского производителя тем более это качественный товар что там говорить так ну вроде то все рассказала показала сейчас пойду дальше работать заниматься со свеклой помидорами и если время останется может быть сегодня разожгу мангал вчера замариновала филе курицы в соевом соусе очень-очень мне нравится ладно на этом буду заканчивать опять спонтанное видео спасибо нашей рыжули которая прибежала я пошла за камерой но и опять как пошло пошло и вот 30 минут с вами говорю все я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова